Аким Павлодарской области продолжает рабочие визиты в районы региона. В Железинском Асаин Байханов ознакомился с работой молочно-товарной фермы сельской школы с состоянием котельной и теплосетей. Первым объектом посещения стала молочно-товарная ферма крестьянского хозяйства «Пахарь». Она начала свою работу в 2018 году. Сейчас проектная мощность производства составляет почти 8 тонн молока в сутки. Поголовье ангусов насчитывается более трех тысяч. Также на ферме выращивают картофель. В этом году будет засеяно 600 гектар. А также овощи, кормовые и другие сельскохозяйственные культуры. В планах у руководства расширять деятельность предприятия, внедряя новые проекты. Какой уровень, я скажу, получалось? Это 30 тысяч. Это литр молока. На одну... Корма на кормовую. Корма на кормовую. На кормовую. Министерство не получает. Министерство. По правительству. Но еще не получили. Далее глава региона проехал в село Моисеевка. Там он посетил местную школу. Аким Железинского района Айтуган Шахимов отметил, что в селе запланировано строительство новой школы. На сегодняшний день имеется инвестор, готовый вложить собственные средства строительства нового здания. Моисеевская школа требует расширения, после чего государство сможет выкупить уже готовый объект. В таких школах дети более мотивированные, они хотят еще больше удастить. Спортзала нет, но и призеры есть областные соревнования по спорту. Есть консакрыс, и джидо, и геневой спорт здесь, которые занимают в области призерные призовые места. Особое внимание Аким области уделил работе котельных и проинспектировал систему теплоснабжения в селе Железинка. Там пять котельных обеспечивают центральным теплоснабжением 68 объектов, 445 домов частного сектора и 204 квартиры. Уже запланирована реконструкция тепловой сети и сооружений на сумму 266,5 миллионов тенге. А от погоды зависит? Такую погоду сколько? Ну, теперь мы удерживаем, граняем. Граняем? Ну, там теплоотдача другая же. А вы сейчас подаете там меньше 60, нормально так? Почему так мало? Ну, вот. Или у вас термометр не работает? Нет, нормально. Нет, это не подкидывает, чтобы ты мы здесь не был. Не подкидывает? Да, сейчас 20. Жалоб нету? Нет, нет, нет. В недогреве. А это какие? Городы 90 подают, жалуют. Экипостус сейчас, мы говорим, заниженные параметры, подаем 74, 77. Трасса потрачена. Трасса не успевает остывать. До конечной доходы. А обратно с какой температуры возвращает? То есть меньше градусов? А? 10 градусов. А 10 градусов? Ну, немного тепло у вас забирает. Главу региона беспокоил вопрос обогрева и стабильной подаче тепла как в социальные объекты, так и в дома. Евгения Мягченко, Ертасак, Парад.